До 1 июня все долги по зарплате перед сотрудниками Чуваш Автотранса должны быть погашены. Такую задачу поставил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Сегодня этот вопрос вновь подняли депутаты Госсовета Республики. Они вынесли его на обсуждение парламентского комитета по экономической политике. Долг по заработной плате в Чуваш Автотранс сегодня превышает 60 миллионов рублей. Предприятию удалось рассчитаться с работниками лишь за декабрь прошлого года. Новое руководство пытается оптимизировать все затраты и сохранить коллектив. Кроме того, в ближайших планах пересмотреть маршруты и график движения автобусов. В рейсы должны выходить более вместительные машины. Принятые меры по оздоровлению предприятия уже позволили увеличить выручку на 20%. По поводу тех возможностей и потенциалов, которые сегодня имеются, есть уверенность, что предприятие можно сделать не только работая в ноль, но и сделать прибыль. Мы на сегодняшний день оптимизируем полностью штат, это в основном АУ. Делаем совмещение должностных обязанностей, чтобы один работник выполнял больше задач. Задолженности на сегодняшний день по зарплате 62 миллиона. Задолженность по зарплате. Конечно, без помощи тех 127 миллионов, которые необходимо, мы не сможем сами закрыть до 1 июня, как было до этого обещано. Ну, надеюсь на вас, на поддержку. Для погашения зарплаты депутаты госсовета предложили предприятию взять кредит. А новый план по развитию Чуваш-Автотранса еще раз представить на рассмотрении правительства республики. Подробнее о том, как планируют решать проблемы крупного пассажирского перевозчика, расскажем в это воскресенье в программе «События недели» на телеканале «Россия-1».